Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Греша. Номер 869. События дня. Исход 33.4. Народ, услышав грозное слово сия, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Исайя 33.3. От громкого глаза Твоего побегут народы. Когда восстанешь, рассеются племена. Иеремия 23.19. Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на голову нечестивых. Иеремия 30.23. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Это за 3 мая 2018 года. Наш брат Сергий оформил беседу и переписку с ССД. Вот она как. Очень богатый материал. Сирахов. Не если это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага. И Сирахов 6.1. И не делайся врагом из друга, ибо худое имя получает в удел стыд и позор, так и грешник двоязычный. Сирахов 6.9. И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению Твоему. И 3 Иоанна 1.4. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Я повторяю несколько дней, потому что очень серьезно это в людях. Сегодня говорят одно, завтра другое. Вот когда готовилось признание канонического акта между Московской патриархией и Русской православной зарубежной церкви, Главное препятствие было даже непредъявляемо, то не канонизировали Николая за это препятствие было. Потом экуменизм в экуменизме. И еще сергианство, вот это предательское отношение ко своим и с властями сотрудничеством. Но главное не эти были причины. Главная причина не в давнем времени, а в сегодняшнем. Ко всей абсолютно патриархии у зарубежных я там был, жил. Главное, не держание слова. Анюшка будто не говорил. Ну только сегодня были хорошие отношения. Что-то там ему не так сказал кто-то. Все переменил, ничего не было. Да кролики записаны, а я их уничтожу. Ну то есть, какой же это человек-то? Как это уничтожу? Ну клятва дана была относительно колена и премова. Теперь, ну что делать-то? Побили их. Им нужна невеста. Давай. Мы клятву давали, но интересно, кто там был, не был. Ага, Мироза не было. Проклините его, не познавших мужеского ложа, девица храните, девица. Остальных тогда не можем нарушить. Саул дал клятву. Кто-то вечера съест, смерть тому что-то. А Иоаннафан, через него пришла победа, и он в лесу, он не знал про это. И мед поел. Все, смерть. Почему слово? Ирод опечалился, но дал слово, и обезглавил Иоанна крестить. А вот как дело было. Здесь даже порошинки этого нет. Только сейчас разговаривали, минуту назад. Он тебе уже, говорится, нож грозит. Там ему более выгодно. Посулили и все. Ну что это за польские ополченцы? Ну, Минин Пожарский же не сдался. Ну нельзя так. Мы же не враги друг другу-то. На суд Божий предстанем. За всякое слово отвечать придется. Никаких. Вот у русской православной зарубежной церкви, за всех не говорю, но слышал и считал об этом. Главная претензия к патриархийным, недержание слов, бесчестность. Только что разговаривали, все нормально. Отошел к верх ногам. Ну вчера еще ты говорил, что мы будем голосовать за это. Утром приходит, все по-другому. Хотя бы предупредили, как мазепы. А почему? Потому что абсолютное большинство иерархов все с Украины. Вот это у них там такое, то ли это поощряется, я даже не знаю, что сказать. Я в армии встречался с ними, они вот залычку любого заложат. Вот, домой пойдет, но обязательно, чтобы хоть Ефретор, но был. Вот, может быть, меня и лучше не встречались. Вот, литовцы, эстонцы, латыши встречались. И ни одного не встретилось, который бы, ну, плохой был, как сказать, простым словом. Не держал слова. Сказал все, но я же сказал. То есть, я зачем же подошел-то? Да я же сказал. То есть, я был вчера, сегодня, так это Господь такой, мы такие же должны быть подражать. А здесь нет. Вот, выставляю 9 роликов, сколько времени были, больше года, прям дружба настоящая. Приехать хотели ко мне люди-то. И даже по сей день не знаю, что послужило, а ничто не послужило. Сергеанцы. Сергеанцы, предательство с 27-го года. И прямо на полном серьезе ищет врагов, соединяется. А мне-то какая от этого польза или вред-то? Мне некогда этим заниматься. У нас работа. Работа. Сейчас он выступает, ребята, и говорят. Это вот сейчас мы здесь сидим где-то. А когда в лесу заготавливали, двуручной пилой пилили, за мной никто не угонится. Еще спрашивают-то я, какой весе в шарамах. 75 деревьев спилили двуручной пилой. Это каково? Ну, там другие были, но наш, кажется, коллектив, мы двое были с одним молодым парнем, 23 года, кажется. Больше всех повалили большие, ну, чуть поменьше охвата ветлы на пруду пилили. Почему? Бог дает мне силу. Силой не обидел. И поэтому, что менять-то? Я все думаю, за что? Что-то не так. А потом понимаю, это награда, это награда. Ну, человек-то как, я оскорблю о них. Я знаю, какая у них беда. Я молюсь все время, Господи, у одного квартиры нету. Его и архиерей может выкинуть, как он говорил, среди зимы на мороз. Но не знаю, такой ли архиерей. Но я молюсь и молюсь, ни одного дня не пропустил, чтобы к Богу не взывать. Господи, дай ему хорошую квартиру. А он такое против вас говорил, да наплевать да забыть. Прошлые годы у нас в Барнауле была только одна церковь. Она была здесь как бы и партияльная вотчина, благочиния алтайская. Покровский собор, улица Никитина, 137. А у меня тут, вижу, бабушки приезжают молиться, а вечером где? Они на вокзале мыкаются, такую беду бабки. С других городов приезжали, с районных центров, отовсюду. Ну, я работал, заработал, был печеньком. И выкупил квартиру. Жена подбила на это. Прямо через два дома по этаже 147. Никитина 147. На втором этаже. Она небольшая, но очень тёплая была, удобная. И бабки там все. Надежда Васильевна тут всё их обиходила. Там матрасов 25-30, наверное, купили. И бабки из храма только раз ночевали, Паша. И там молитв за нас было. А она ходит. На саночках где-то что-то привезёт. То угля, то что от меня везёт. Вот, а я занят был. Занят. И как-то один раз туда зашёл. Уже куплено, оформлено. Я даже ни разу не был. Как бабки зашептались, а хозяин пришёл. Так они не знают, как тебя уважить. Ну, вот, когда коснулось, что вот мне суд высадил здесь два дома. За то, что у меня изъяли решение суда краевого было. Рассчитываться нечем было у городской администрации. И мне дали вот здесь 13 сотых и два здания. 226 квадратных метров. В одном здании мы молимся. А тот-то остался теперь там. И молодожёны были. Я им сказал, это если только продадут хлопощи-то Надежды Васильевны, то её и вернут только то, что она потратила. Риэлторы там разные. А деньги эти я вам отдам. Я бы квартиру вам отдал, но вы уже строитесь себе сами. А потом этот человек ушёл и стал враждовать. Но когда этот домик был продан, квартира продана, я деньги эти к рукам не прикасался даже. Надежда Васильевна говорит, забери, сколько ты потратил. Ну, сколько потратила там, может быть, тысяч 8-10. Не знаю. А это отнести тем, которые были. Так они против, а вот этого я не знаю. Так они неверные. Я за них не отвечаю, говорю. Я нашёл их и отдал им. И при том, это не один раз уже было такое. А как, по-другому не знаю, иначе я уснуть не могу. Ведь я обещал. Я слышал было такое здесь, когда красная, это началась чума в России. И один говорит, мой знакомый был, я у него денег занял. Он купец был. Но он за границу вовремя уехал. А я деньги-то не отдал. Тут другая власть пришла. И он это наказал сыну. Ещё умирая, сказал, такой-то человек уехал. Я слышал, что он во Франции. Ну, а где ты найдёшь-то? Ну, в Богачевске, где-то там будешь искать. И сыну, когда открыли дверь, он туда приехал. Приехал, а того-то уже человека нету. Но сын его там тоже сын. И он его нашёл, говорит, отец у меня умирал. Наказал, что твой отец давал. Инфляцию, посчитай, сколько было. Но у меня деньги есть, говорит. У меня тут свой, как говорят теперь, дело, свой бизнес есть. И вот как прошло сколько лет, ну, если 90-е годы, 20, ну, более 70 лет с лишним прошло. 70 лет. И он всё помнил, сын, и выполнил. Приехал, и нашёл его, и с учётом инфляции, посчитали как-то. Я слышал, говорят, что купил, зато продаю. Какие же были люди-то? Я это видел сам. Когда я в Америке был, и однажды, кажется, в Сакраменто было, я во дворе остался один. И гляжу, там машину ремонтируют. Пожилой человек, и он под машиной. Так, а другой рядом с ним. И оказалось, что под машиной, которая, это белый, а которая рядом стоит, красный. И они всё ещё там судятся. Это как немецкие генералы в плену были, говорит, их отдельно содержали. И они всё заново проиграли, все сражения, которые выиграли, проиграли. Кто виноват в этом? Кто? Искали они виновного. Так хорошо началось, и так плачевно, они в плену. И вот здесь та же самая история. А этот под машиной голову высунул и говорит, Никифор, а ты не прав. Говорит, как же я не прав? А вот заметь, когда он начинает говорить, ты нормально говорила, а ты сейчас, видно, интонация такая сердитая у тебя. Ты злишься, наверное? Тот постоял, говорит, да, наверное, так. Так, прости меня, Митрофан. И пошёл. То есть не стал дальше спорить. Тот ему доказал. Доказательств нету о том, что ты вот так вёл себя, и ты уже. И он встал, пошёл, оставил рядом. Я так удивился. Да у нас бы он десять раз через матерки перескочил, да ещё ухватил. Нет, это другой народ был. А здесь вот на меня нападает, и что я могу сказать? Скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага. Видите, я к этому сколько прилепляю. Тут жизненный опыт большой. Этого делать нельзя. Если я сказал, и нигде это ничему не вредит, держи слово. Сейчас, говорит, Бог на небе, а ты на земле. Зачем тебе Бога гневить, чтобы он разрушил дело рук твоих? Почему-то у меня всё так успешно. И вы это сделали. Вот мне часто говорят. Я даже и не заметил. Да ты, 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 не знаю про это. Ну а почему тебе эти люди приехали, помогали? Повторяю, не знаю. Вот сегодня у меня неприятность одна. Я молился об этом. Просто я ничего не могу сделать. Вчера тут картошку садил один в городе. И молился. И одно дело. Ролик один выставили. Его что-то там затормозила система. И через это открылось, что претензия к музыке была. Сейчас созванивались. А почему? Потому что у меня монетизация идёт. И с этого ролик-то наш, а музыка-то его взяли. Кто составлял ролик, хороший ролик такой. Я его один в семь часов закачивал, наверное. Второй стал закачивать такой же. Претензия к музыке будто бы. Почему? Ну через это что-то система Ютуба имеет. Ну я бы и всё отдал. Я вообще ни одной копейки не получал. Но кто-то получает. Кто-то получает. Получает. Чтобы там купить диски и прочее. Так мне сказали. Речь идёт о нашей администрации. Нашей администрации. Ну а тут претензии. Претензий нету. Претензия была ко мне один раз. Только один человек. Я даже фамилии его всё знаю. Сергей. Не скажу в каком государстве. Я его не знаю. Ещё он так на меня обиделся. И претензии сделал. Будто в этот ролик я его у него утащил. А ролик такой. Я веду занятия в университете. Написано 17 или 18 лет в одном университете. В других университетах я не всегда был. А этот технически. 21 тысяча студентов. То есть очень много. И вот такая история. Он приступил ко мне. Я ему тогда... Показали на него. Я его нашёл. Вызвал. Я говорю. Как это я могу? Вам должен быть-то. Аудитория 410-я. Корпус АВ. АГТУ. Моя. За мной она числится. В университете. Клиенты пришли по объявлению. Это мои. А тут и представители краевой администрации. ФСБ. И кого-то. Священники. Да епископа. На занятиях у меня. Как я мог быть? И снимает это. Протоиерей наш. Ваше что там есть? Я попрошу вас прощения. Я не знаю. Вы покажите где. Он ещё не отвечает. Ну я говорю. Так же нельзя. Вы явно что наехали на меня. Там ни одной секунды вашей нету. Ролик. Веду я занятия. Вот я вхожу в аудиторию снято. Как вы тут можете учиться? Вот я захожу за кафедру. Какую роль вы играете здесь? Живёте в другом государстве. Ну ответа никакого нету. Ну ясно дело, что неправильно делали. Но Бог положил на сердце, и он это снял. Претензии снял. И за нами ни одной претензии в Ютубе нет. А это претензии именно за то, что мы, якобы, деньги за это берут кто-то, а это им принадлежит музыка. Мне музыка не нужна, но кто составлял ролик, он поставил название. Ну какое там община, православное название, православная община, вход в неё и крещение. То есть тема большая. Притом продолжение сегодня узнал, будут ещё ролики. Вот как она только появится, сегодня мы должны её разблокировать. Притом выскочила, что мы во всех странах этот ролик заблокирован. Во всех странах. Такого ещё не было. Ну и проверили там. Надо, чтобы кому-то запустить, чтобы они что-то сделали, но я к себе не запускаю в мастерскую. И поэтому сижу здесь. Потому что мой, который очень близкий человек, он занимается, спрашивает Ютуб. Нет, не Ютуб, а Таймвьюер. И по нему начинает открывать тогда, и дальше всё идёт через Таймвьюер. И вот сегодня получилась такая, я с самой ночи всё это попытки всякие делал. А что, ничего не знаешь, так и ничего и нету. А там всё, нарезки разные были о крещении. Как попало, крестят с других мест, и как у нас крестят. Так у общины ходили, как мы гуляли, и везде, я говорю, проповедь. В университете проповедь, в лесу проповедь. Но везде. Я хотел этот ролик разослать всем, кто там принимает участие. Виктор Савченко, там как раз он Виталий, составил-то Виталий Калиников. Другие там есть. Там крещение принимает Степаненко Максим. Ну, тот многим хотел послать этот ролик. Да, он не с места. Оказывается, к ролику претензий нет. А в ролике звучание фона, музыки. Всё у него. Ну, да узнали всё. Теперь надо ждать, когда специалист приедет. А он уезжает. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сегодня, возвращаясь с работы, размышлял о том необходимом качестве лидера, который вы называете привлекательность. А придя домой, получил практическое пособие по этому вопросу, посмотрев ролик. Параноидальная шизофрения во свете Святой Библии. За 2 мая 2017 года. Ролик очень интересный и название номинант на премию именования года. Такое оно содержательно, объёмно звучное. Так вот, привлекательность, как думаю, есть в первую очередь умение в скопах таланта, дар Божий, общение с людьми. Где дело не в техниках, риторике и вербальных посылах, а во внутреннем знании. Что сказать, как, когда, кому и зачем. Это всё тоже ваша практика, теоретическая наработка. Этот талант нельзя приобрести, как и абсолютный слух. С ним можно лишь родиться по милости Божией. Думается, что настоящий миссионер и должен в первую голову обладать именно этим даром, пропитав его знанием священного писания и примером добродетельной собственной жизни. Добродетельной. В противном случае человек с этим талантом может стать каким-нибудь фюрером, основателем секты, шарлатаном. Вопрос Игнатий Тихонович. Какие жития святых вы бы посоветовали для воспитания детей в православной вере, как примеры стойкости, преданности, ревности, вероисповедания, ревности, честности и тому подобное, в возрасте 6-8 лет? И как эти жития доносить детям? Кроме вас, никто таким огромным опытом не может похвастаться. Я думаю, нет, просто не найти. Если кто-то знает, скажите, вот я 40, фактически уже не 5, а 46 лет, занимаюсь с детьми лагерь. Каждый год было со взрослыми 189 человек. Тысячи детей. Без помощи государства, только гонения были. Люди, я, никто ни копейки не получает, волка ноги кормят. Я всегда кого-то искал, чтобы помогли, не конфетами, а муки достать, макаронов, масло. И люди находились. И вот он спрашивает, вот такой вопрос. Интересный вопрос. Я отвечаю. У вас есть все мои книги в бумажном варианте. Одна из них в синей корочке. Симфония на жития святых. И там в оглавлении есть такое на странице 70-й. Дети. Смотри, младенец. Смотри, дитя. На учение. Страница 70-я. По всем пунктам пройдитесь. Там с указанием дня такого-то святого найдете искомое. На все возрасты ответы ниже. Я открываю вопрос. 1200-й. Открытым оком. Том 3. Игнатий Лапкин. А то в открытым оком. Том 3. Там говорится именно о таком возрасте. Детей. Но у меня на все ответ-то есть. Юрий. Благодарю еще раз, Игнатий Тихонович, за ценный материал. Спаси Христос. Кто не знает Юрия, скажу, в Красноярске он преподает в Государственном университете, в Академии, ведет занятия в местной митрополии. При церкви. Юрий Соболев. Про симфонию-то я и не сообразил. Все понял, Игнатий Тихонович. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, как понимать слова из 27-28 глав исхода? Это устав вечный для поколения их от сынов Израилевых. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. О вечности устава к евреям ли это только относится, или к христианам? Игнатий Лапкин. В этом конкретном случае речь идет только об Израиле. Но язычникам отводилась роль принятия всего, что было заповедано язычникам, туземцам. Участие в Пасхе иное. Левит 16.29. И да будет сие для вас вечным постановлением. Седьмой месяц, десятый день месяца смиряйте души ваши. И никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами. Число 15.13. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. Третье царство 8.41. Игнатий Лапкин. Чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил. И переходит это все в Новый Завет и в небо. Юрий Соболев. Получил ответ на вопросы свои в событиях дня. А заодно и дальше весь почти выпуск посмотрел. Узнал еще больше нового и душеполезного. Пришел с двумя вопросами, а получил на десять. Дивен Господь. Благодарю, Игнатий Тихонович. Спасибо вас, Христос. Благодарю за подробное объяснение, Игнатий Тихонович. А то не нашел толкования на эти стихи. Спаси Христос. Рахиль. Мир вам, Отец. А вы что, встречались с Дудиным? На фото вместе вроде. Нет видео, чтобы вы ругались. Дружба хорошая такая-то. Почему он так к вам изменился в отношениях? Не знаю. Найди его и спроси. Не знаю по сегодняшний день. Не могу найти о Серафиме Саровском. Как он молился к Богу, о священниках. Нет ли у вас? А то наш батюшка говорит. Он о всех молился. Я отвечаю. Настольная книга священнослужителя. Том 3, страница 601. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана. Архиереи, Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия. И зато Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня решил царствия небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил. Не помилую их, ибо они учат учением человеческим. Языком ждут меня, а сердце их далеко стоит от меня. Вот ответ. Архиерея, спаси Христос, отец Игнатий. Марина Хэ, Мирвам Игнатий Тихонович, только что посмотрела рекомендованный вами фильм «Кама Гридеша». Нахожусь под глубоким впечатлением. Скажите, такие события действительно происходили? И какой перевод у названия? Ну, это в 58-м году, кажется, было первое. Там Питер и играет Устинов Нерона. Вот это надо. А который заново экранизирует, даже в подметке не годится. Это я пишу. Это все описано в житиях святых. Эту книгу «Куда идешь?» Генрика Сенкевича, лауреат на Нобелевской премии. Очень удачно экранизировали. Жития переполнена этим. Казнено было 475 тысяч христиан. Ну, примерно. Марина. Господи, помилуй. Спаси Христос за разъяснение. Вера. Христос воскресе, дорогой мой Игнатий Тихонович. Как вы? Игнатий Тихонович, я долго не решалась к вам обратиться за молительной помощью о своих родителей, безбожниках, Николая и Любови, к моей маме. Легион в ней. Я молюсь о ней, но душа моя безмерно скорбит о ней. Если Господь заберет ее без покаяния, не знаю, что сказать. Я одна не справлюсь. Спаси Христос, Воскресе Игнатий Тихонович. Я отвечаю. Становимся вместе сейчас и помолимся о них. 7 минут. 3 святой и 100 поклонов. Согласны? Мир вам, Христос Воскресе Игнатий Тихонович. Другая пишет. Она согласилась, и так мы помолились. Марины верой там. Меня зовут Ольга С. Мне 38 лет. Живу я в Финляндии с 13 лет. Пришла в православие 3 года назад. Была в детстве крещена в Лютеранской церкви. И с вашего позволения хотела бы спросить у вас совета. Мой муж православный, финн, и в церковь не ходит. У нас с ним теперь большие разногласия. Он меня не понимает и говорит, что я сошла с ума. По воскресеньям не хотел, чтобы я ходила в храм. Но я его не слушала. И каждое воскресенье посещала храм вместе с нашими детьми. И у нас три мальчика. Так как я уже не могла по-другому. И жила, можно сказать, от воскресенья до воскресенья. Сейчас муж смирился и спокойно отпускает в храм. Только ему не нравится, что я стала носить длинные юбки. Постоянно говорит, сними это, ну, то ли бабка ты, ну, зачем себя уродуешь. Все время пытается одеть на меня штаны. И когда я говорю, не могу больше одеть брюки-то, потому что Бог, Бог это не угодно. Смеется и говорит, ну, что за чушь. Про платок вообще боюсь сказать. В храме, конечно, я в платке и дома молюсь. Тоже в платке, но только так, чтобы муж не видел. И вот получается, что я непослушная жена. Мне хочется жить по законам христианина православного. Но как трудно это сделать. Я много еще не знаю и иду, можно сказать, на ощупь. В темноте. Даже совета спросить не у кого. Читаю Библию, но не все уразумею. Сначала читать на вашем сайте во свете истины. Начала. Смотрю ваши ролики в Ютубе. Вы как глоток свежего воздуха. Очень вас полюбила и Сергея Козлова. Вот видите, мы знать не знаем, а зазомбировался. Как эти недруги говорят. Очень вас полюбила Сергея Козлова, лежачего тоже. Вы хоть и строгий, но добрый и очень горячий. Сейчас таких нет. И второе. Может ли женщина в дни ощущения посещать храм, не причащаясь? Или в эти дни нельзя входить в храм вообще? И можно ли вам писать и обращаться с вопросами? С уважением, Ольга. Спаси Христос. Я отвечаю, можно по скайпу, потому что мне трудно печатать. Платок не снимать никогда. Постарайтесь уговорить мужа. Женщина без платка – это означает, что она не молится и не слушается мужа. Как раз и нужно, чтобы был платок на вас всегда, и это мужу разъясните. Женщины в нечистоте. Можно ходить в храм. Но канон запрещает настрого прикасаться к священным вещам или принимать таинство – причащаться, креститься в эти дни. Это абсолютно точно нужно исполнить. Если хотите побеседовать, то вот наши условия. Сначала напишите внизу в скайпе, смогу ли принять, так как приходится часто отключаться на работу. Принять могу от 4.00 до 16.00 по Москве. У нас все записывается и выставляется в интернет, поэтому никаких тайн, ничего лишнего. У вас и у меня обязательно должен быть глазок веб-камера. Если кому наши условия не подходят, они таятся и боятся, то просим, таких нас не беспокоить, не принимаем. Только напишите сразу, кто вы, имя, фамилия, место и чего хотели бы. Прошу не чаще, чем один раз в день заходить на страницу скайпа, вбрасывать материалы. Раздаются звуки в виде квакания, отвлекают от работы. Вот один пишет Джеб Сулейманов. Я мусульманин и полностью с вами согласен не портить края бороды. Перестал это уже делать, так как нашел подтверждение в мусульманском учении, где пророк Мухаммад повелел именно отпускать бороду. И что, конечно, у нас многие не соблюдают. Хочу спросить у вас, православных. А что скажете насчет усов? Вы их тоже оставляете? Усы с большой буквы написал. Нигде мы не видим, чтобы нормальный мужчина родился без усов. Растут одновременно волосы. И ни на одной иконе нет среди тысяч за две тысячи лет, чтобы сбривал и ровнял кто-то усы. Ни одного. Посмотрите, даже на безбожников Фридриха Энгельса, Карла Маркса, Ульянова Владимира, его товарищей на снимке, союз борьбы за освобождение рабочего класса. Семь человек. И старшему 30 лет. Лев, Толстой, Достоевский, Фидель Кастро, Хо Ши Мин. И везде, повсюду, во все времена. Нигде нет, чтобы с одними усами были. Если сбривали, то полностью все. И слово «усы» нигде не встречается и не выделяется. Во всей Святой Библии. Такого слова вообще нет. Ни в канонах, ни в житиях святых, ни в творениях святых отцов. А это более трехсот томов за тысячи лет. «Усы» и «борода» – это одно. Единое. Губы не водораздел, не иное государство. Вот такое. Что тут у нас весна? Ну, стараюсь что-то делать. Мотыку посадил, картошку. Приятно так работать. Батюшка звонит. Я крапивы свежие тут сделал со сметаной. Но я тоже пошел, нарвал сегодня без сметаны. Ничего.